вот когда и уже надо как-то соответственно вот я поэтому это и говорю то есть решить что значит стираем прямо здесь же и никуда не даем я не думаю что что такое страшное скажу что кто-нибудь обидится если это не произойдет значит все хорошо а в спорном случае не относящийся к презентации буквально три дня назад на самолет и летел из Таиланда и было замечательно то есть народ когда самолет садится все в шортах там когда и сядут в полноцветных майках там да там каких-то там что-то то есть в шляпах там еще что-то ну смотришь народ то есть и в принципе то есть видно что то есть мы там не сильно как-то отличаемся от других людей ну может быть там чуть-чуть больше там помады то есть чуть-чуть больше золота но так в общем-то как это как другие люди да но стали прилетать к новосибирскому то есть народ начали переодеваться тут конечно меня прям приплющил то есть ну все то есть там переоделись все черные серые то есть так вот все стали такие похожие то есть очень черные и серые то есть люди то есть как это так меняет то есть границы да то есть переход на люди я вас уверяю в канаде люди в красных кубках ходят то есть там желтые да вообще то есть ботинки желтые и все что такое то есть зеленые то есть ну не знаю а тут вот это вот а у нас ну у нас же черный цвет он еще престижный какой-то да то есть вот ну и вообще мы стараемся так чтобы то есть соответствовать ожиданиям то есть других что такое пришел без того радостно это было где-то филиппинах я нырял с филиппинцами то есть да с филиппинцами и с американцами да то есть вот мы с сыном там были то есть больше там русских не было а ну и мы с сыном то есть такие взрослые же серьезные люди тоже то есть вот тогда особенно давинка даже мужская такая вещь уже и меня то есть тетенька одна спрашивает она сама то есть филиппинка уже в Калифорнии то есть не помню как лично звонить она спрашивает слушай чего вы такие все серьезные всегда там мало так улыбаетесь там пятый десятый и другая то есть филиппинка и нет то есть говорит да я знаю то есть но я тебе я тебе расскажу то есть с москвичем говорит наряду с парнем из Москвы то есть вот тоже спрашивают ты чего такой серьезный он говорит да ты чего если у нас будешь улыбаться то все скажут что ты не там да 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 что за люди которые с ними улыбаются подозрительно подозрительно ну это как говорится преамбула следующее то есть дело в том что наша энергосистема то есть энергосистема городов ну она как говорится еще исходит туда вот от ГОРЛО то есть туда когда там Ленин то есть занимался электрификацией страны то есть да там пятьдесят то есть и в принципе то есть вот на тот момент когда мы это делали то есть страна там это делала то есть плановое то есть развитие то есть ну энергосистемы то есть нашей да она была то есть одной из самых прогрессивных ну тем более что инженеров мы приглашали американских там и все и все то есть действительно была очень прогрессивная ситуация тогда то есть и что мы сделали единую сеть а у всех occupation новых там всяких раз морозановно все хорошо и у нас было много проектных институтов которые работали там ну понише у всех ухи все то есть И они наделали очень много проектов на самом деле то есть и плановой развития то есть и к сегодняшней ситуации мы когда подошли то есть да что проектные институты в основном позакрывались или остались давно старенькие то есть или еще как-то, а молодежь, соответственно, идет либо на режиме продаж, либо, соответственно, еще куда-то как-то. Еще куда-то? Да, еще куда-то. Ну, в общем-то, никто не хочет там сильно это делать, то есть там чертить. Вроде, как говорится, и платят за это немного, и все, и все. И получилось так, что, с одной стороны, есть много достаточно проектов готовых старых, и, соответственно, нет специалистов, которые бы сейчас рисовали что-то такое, то есть новое, прогрессивное. И вот мы, соответственно, на сегодняшний день и реализуем какие-то проекты, которые были там сделаны в 80-х годах. Буриевская МГС, Бумичеранская МГС, это, конечно, проекты не те, которые разрабатывались в 90-х годах, они делались в 70-80-х годах. И, на самом деле, то есть здесь мы достаточно сильно, я бы не сказал, что отстаем, то есть, потому что отставание, то есть это внутреннее тоже ощущение, то есть, да, все вот. Ну, не делаем то, что то есть могли быть делать, то есть. И я понимаю, что, то есть достаточно сложно, то есть сидя где-нибудь, то есть, ну, хоть в Новосибирске, хоть в Перми, то есть, хоть в Саратове, да, то есть увидеть, а вообще, как правильно это делать, то есть. мне знать, то есть, да, то есть вот, на самом деле, как правильно это делать. Поэтому родилась у меня такая идея, то есть, а так как у нас достаточно в компании много промышленных предприятий, которые могут изготавливать всякие разные хорошие, то есть, полезные вещи, то есть для энергосистемы, то есть, да, то есть. Что брать ребят, посылу чиновников, то есть, которые, то есть ЛПР, лицепринимающих, решения, какую будите на энергосистему, то есть, да, и возить их в те места, где, то есть, это сделано, то есть, где это сделано хорошо, то есть, и где это видно, то есть, как оно работает. И, соответственно, там же, то есть, с ними и делать эти заказы, то есть, рождать эти заказы, то есть, которые наша компания дала сюда. Наша бы компания могла бы здесь выполнять. Вот примерно такой проект. Соответственно, у нас 93 энергосистемы, с которыми мы будем начинать работать именно в этом плане. И вот проект Гонконг это как раз проект о том, как организовать этот вывоз, то есть показ и последующий взаимодействие с чиновников из Гонконга. То есть там не только Гонконг, следующий город в Дубай поедут, потом посмотрим, что еще там дальше рисовать. Это может быть и Германия, то есть что-то в Германии, Гамбург, Франк. И так эти города хорошо знают. Это вот Америка, то есть Барсандель. Везде есть куда свозить и есть связи, показать? Связи нет, связи нет. Ну как, что-то связи. Приехал, построил. Примерно так видишь. Приехал, построил. Хорошо. Эрнест, как мы тебе, вот что бы ты сейчас хотел, я не знаю, как мы тебе дать обратную связь на проект? Идейная поддержка в чем-то? Экспертная? Экспертная. Экспертная. Экспертная? Да. Потому что у меня билеты практически уже куплены, значит, стёртого туда прилетел в феврале. Ну, это первый, то есть, как говорится, присмотр, то есть привихий нет. Тогда я правильно понимаю, что суть проекта – это набор ЛПР здесь, вывоз их туда, показ там, как это могло бы быть, и через показ там, как могло бы быть, формирование взаимодействия уже прямо там. То есть, и тогда для того, чтобы мне, ну, поискать слабые места или места для усиления, я просто сейчас границы проекта, ну, то есть, уточнил. То есть, наилучшим, то есть, результатом этого проекта – это заключенные контракты или налаженное взаимодействие, то есть какое-то найденное в чем-то понимание, да? Да, да, да. Ну, по крайней мере, то есть, что люди действительно выразили интерес, что да, то есть, вот это надо, то есть, если бы кто-то это там предложил, то есть, вот, это было бы здорово. А группа уже сформирована? Группа, кто поедет, уже сформирована? Нет. Это в будущем? Даты поездки назначены? Нет. Не назначены? То есть, это пока все в районе идеи, ну, то есть, пока проект в районе идеи и разработки, да? Проверка осуществимости. Сейчас есть вот в PMI, то есть, такой этап PMI, то есть, это проектный менеджмент, то есть, известный стандарт. Лима, PMBOOK, все это. Да, PMBOOK, да. Это, соответственно, там есть проверка осуществимости. Проверка осуществляется. То есть, вот, копается, там работа ведется. Работа ведется. Работа ведется. А сколько человек задействовано в проекте, в осуществлении проекта? Ну, пока я и помощник мой, то есть, все вдвоем. Пока вы вдвоем. А размер группы уже есть, список того, кого пригласить? Понимание того, кого приглашать? Ну, понимание есть, то есть, да, то есть, это, скорее всего, то есть, руководители РЭС и горсетей, то есть, либо, ну, директора, либо, соответственно, технические директора. Либо директора, либо технические директора горсетей. Да. И энергосетей, подразумеваю. Да. Ну, горсетей, то есть, это энергосети. Это энергосети. Ну, они, по-прежнему, так называются. А группа, состав группы, количество человек, это как будет подход к этому? Я думаю, что там не очень, то есть, большие, конечно, группы, то есть, это 5-6 человек. 5-6 человек, то есть, группа планируется 5-6 человек. И я правильно понял, что обзвон и разговор с людьми еще не состоялся? А срок вывоза людей, то есть, сколько у них получится такой отпуск? Да, там, за неделю все ждать. За неделю? Да. Неделю, то есть, выехали, пошли. Ну, так-то можно и за 2 дня все сделать. Ну, я понимаю, что, черта, все нет. То есть, да, поехали, поехали, там, Гонконг или Дубай. Ну, черт, 3 дня-то не накинули. Я правильно понимаю, что поездка будет полностью финансироваться вами, для них? Или они едут за свои деньги? Ну, то есть, вот этот вопрос, я бы сказал, что несущественная вообще, то есть, да, то есть, оно и так, и так возможно. То есть, да, если, ну, как говорится, люди сочтут, что, то есть, это неудобно ездить за наш счет, то есть, ну, поехали за их, то есть, ну, как говорится, да, то есть, тут не суть важна. Финансы, да. Финансы не принципиальные здесь. Здесь не принципиальные. Ага. Так как мы не будем летать на этих частных самолетах, да, то есть, ну, как говорится, фрахтанных самолетов не были, ну, соответственно, деньги там небольшие. Ага. А вот, средний день, как он вот будет расписан, то есть, ну, понятно, прилетели, гостиница, там, покушали, утром встали и пошли, то есть, вот, и дальше это как выглядит, то есть, как вы себе представляете этот день, ну, вот, пришли на объект, да? Да. Ну, там сначала встречи с синониками, да, то есть, пришли в министерство, то есть, попили чай, то есть. Министерство Гонконг, то есть? Да, 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 энергетики. Одесские, это сос agradeцы. Попили чая, торопеданесято там, какие-то, менялись, там, любезности, а потом уже, то есть, набит. Ну, а потом ужин. Наобдуже спать. А потом уже спать. И сколько объектов планируется обойти за поездку? Ну, там примерно, то есть, это пять ключевых, то есть, ну, энергоистели это пять ключевых там, применненного узлов, то есть, таких вот, да, то есть, это, там, центральная диспетчерская, то есть, это подстанция, то есть, Это, как говорится, большая подстанция, это малая подстанция, это, соответственно, сетевое устройство и сервисное устройство. Пять ключевых точек объекта. Да, это, с которых можно уже полную картинку срисовать. Например, они такие ключевые. Я правильно понимаю, что планируется посетить все пять, чтобы была целостная картинка всей группой? Да. И там, в зависимости от того, где это находится, то есть это за один день, за два, за три, ну или там... Вот я как человек со стороны, ну вот со стороны, и как бы вот то, что гадконгское правительство, да, и вот разрешит провести людей, бизнесменов из России по ключевым точкам, это нормально? То есть это возможно? Я думаю, что, то есть, ну, сколько я с чиновниками сталкивался, то есть не с нашими, а с ихими чиновниками, там ребята, в общем-то, относятся к этому очень благосклонно. Благосклонно, поэтому у меня как бы некое недоразумение, да. И наоборот, то есть, да, там часто, то есть приглашают, что ребят, ну, с о чем за честь, то есть если вы приедете, то есть и что-то у нас хорошее возьмете, то есть научитесь. И это им, ну, в качестве, то есть это нормально? Это, ну, вот, это очень нормально, то есть люди гордятся этим, то, что к ним приезжают, то есть и спрашивают, как сделать, как сделать лучше. Как сделать лучше. Они, вот, они считают, что, то есть, да, вот тогда они... И они готовы делиться, да, ну, получается, делиться информацией с вами. Вы же будете как-то реализовывать. Ну, конечно. Готовы. Ну, какого вопроса? Вот старая система наша, российская, с пяти вот этих основных узлов есть, там, там, тоже это ясно. Приходит лицо, принимающее решение. У меня такой момент. Да, он все это посмотрел, он сказал, а у меня, допустим, не надо эти пять, у меня пять узлов, они работают, и мне это не надо совершать. Вот, значит, как его... У меня такой вопрос. Какая-то будет завет, ну, информация, вернее, запрос у чиновника, а что ему надо решать в его системе, чтобы ему уже целенаправленно показать, что это сделано там, там и там? Ну, у нас есть, то есть, да, у нас есть, конечно, приказ, то есть, это, как бы, федеральный закон, то есть, 293-й, то есть, но... О, это, как, господи, как называется так, по энергоресурсам, то есть, по энергосбережению, то есть, в общем-то, каждый по закону, то есть, обязан, то есть, вообще, эти вещи-то предпринимать, то есть, другое дело, что, вот, ну, то есть, единственное, что мы так понимаем, что, то есть, там, лампочки надо заменить, то есть, да, энергосберегающие, то есть... Ну, на самом деле, то есть, вот, что еще можно сделать, то есть, решений-то немного, то есть, людей, то есть, ну, а закон требует, чтобы, то есть, это исполнялось. То есть, в чиновнике есть некоторая потребность получить информацию сначала, да? То есть, да, я не скажу, что они, то есть, там, рады, то есть, этим изменениям. Ну, это, опять же, то есть, я так вот, излю немножко, конечно, потому что люди, то есть, разные есть, то есть, и мы ориентированы на тех ребят, то есть, в первую очередь, да, которым действительно надо, интересно, и которые к своей работе, то есть, относятся хорошо. Ну, к чиновнике, то есть, это, то есть, такая, то есть, это как, народная, да, то есть, вот, картина-портрет есть, то есть, на самом деле, конечно, то есть, это... Она не такая картина, она разная картина. Есть и такое, есть и такое. Есть, конечно, прогрессивные ребята. Мы не то что вакуумные в каком-то вакууме. Мы часто с ними сотрудничаем с энергосистемой. Все-таки в этой системе. Компания работала в 60-х годах. Другое дело, что именно такой подход в первый раз. Потому что раньше презентация, презентация. Вещь такая, конечно. Я принес, компьютер показал. Вещь интересная, красивая. Все же понимают, что это сделать нельзя. Вот здесь как раз и мы, как заводы-изготовители, или заводы-изготовители. Ребята, посмотрите что-то со мной. А наша задача уже сделалась. А мощности заводов позволяют, собственно говоря, сделать всю эту штуку под ключ. То, что мы не сможем сделать, допустим, это здесь, то сможем сделать в Китае. То есть там, да, да, конечно. Ну, условно говоря, там сложные технологические элементы, то есть мы можем сделать. Либо в Гонконге, либо на Тайване, то есть либо в Китае, то есть на материковой Китае. Ну, то есть здесь у нас ограничений нет негатива. И понимание, кто это может делать, и как это все есть. Да, конечно, мы с ними работаем, достаточно, да. Ну, что я могу сказать, Аннест? Уточняй. Ты хитрый, ты подготовился. Ну, у меня вопросы кончились. То есть, понятно, что возможности клуба и людей, которые здесь пришли, они, ну, вот именно такая атмосфера, которая собралась. Понятно, что ты специалист и профессионал в своем деле, и там, и понятно, что ты много это все продумывал. Вопрос. Что было тебе ценным сейчас? Ну, ценным было то, что, то есть вот так вот проговорил, то есть еще раз проговорил, то есть это лишь полезно, то есть да, потому что каждый раз, ну, мне кажется, становится чуть-чуть лучше, чем предыдущий. Полезно то, что, ну, как говорится, то есть увидел, что это моя идея, как говорится, не есть это какая-то плохая, то есть нормально мы среагировали. Ну, очень здравая, то есть вот все вопросы, которые я задал там, где я думал, ну, может быть слабое место, то есть как бы... Ну, дай бог, слушай, бог. Ну, так из общей логики, ну, то есть из то, насколько можно услышать и там задать вопросы. У нас было бы здорово, то, что в логику на что-то сюда не входит, то есть да, вот это, потому что на самом деле жизнь, она редко логична. Редко. Здесь хорошее охотное опережение, да, то есть подготовку, что вы берете на себя, не только исполнение, да, но и подталкиваете к решению. То есть если человек занимается, боится этих изменений, то вы говорите, вот, посмотри, это можно, это нужно, это есть уже, и мы готовы это сделать. Такая комплексная, знаете, как, приходите в ателье, а что хочешь, вот это, она тебе все сделает. А здесь у вас, получается, вы домой пришли, постучали, вам не надо куртку починить, надо. Ну, нет, хороший шаг на опережение только. Не производственник ждет, да, производственник сам приходит, к другому говорит, вот такие есть. Мы специалисты, мы в этом разбираемся, мы видим перспективы, посмотрите и пощупайте, дают пощупать. Это классный ход, прям, в торговле, в производстве. Ну, дай бог, я думаю, что это было. Что еще было ценного? Ну, вообще хорошо. И тогда еще один вопрос, еще один вопрос, можно на него не отвечать, но я его просто задам. Вот, самое узкое место в проекте с твоей точки зрения, как ты сейчас видишь его? Нет. Ты сам? Нет, я сам в узком месту, да. Ну, ты понимаешь, что за этим кровется, да? Да, потому что сейчас я вот идейный носитель, да, и, соответственно, у меня же много еще других каких-то дел. То есть, да, и, когда, сэр, я понимаю, что, то есть, боюсь, то есть, могут какие-то штуки, то есть, меня потянуть куда-то еще, туда-сюда, то есть, вот, надо все. А, вот, в том смысле, что просто не дойдет время, или там что-то увлечет другое, и просто не дойдет… Не то, что увлечет, то есть, оно вряд ли прямо так увлечет, то есть, да, все-таки серьезная вещь, то есть, я ответственно к этому отношусь. Ну, кажется, как это, потому что, то помост, то потухает. Какой-то подрыв в другом месте, да. А ты планировал сам поехать туда? Да. Сам поехать туда? Вернее, я уже говорю, что четвертого часа уже поехал. Уже четвертого? Да. Февраля? Да, это вот пробная, то есть, там сейчас мосты будем наводить там недельку, то есть, смотаемся и, соответственно… Четвертого февраля, то есть, буквально времени-то осталось, вот… и за это время определить группу… Не-не-не, это потом, то есть. Это сейчас я поехал, мосты говорит. А, поехал, приехал, познакомился, что я приеду с группой, что мы будем… Да, мы не егда посмотрим, но все такое, мы с людьми встречаемся, да. Угу. Коммуникацию мы ведем. Плацеда. Ну, и последний вопрос, может быть, он будет полезным вдруг для тебя. Вот представь, что ты можешь дать совет самому себе. Ты, тот понимающий ситуацию, тому человеку себе, который поедет это делать, зная это слабое место, которое ты сейчас проговорил. Какой совет ты бы себе дал, ты, будучи успешный, сделавший это, себе, сейчасшему, готовящемуся это сделать? Ну, надо вовлекать людей еще. Надо еще вовлекать туда людей. На практике. Хорошо. Ну что ж… Ну, это уже сложнее. Сложнее? Нет. Если бы жизнь была простой, и она была бы скучной. Не знаю, слушай. Я так, как говорится, не думал, потому что в каждой простоте, то есть, да, достаточно много всяких разных сложных вещей. Я так, как говорится. Я так, как говорится. Я так, как говорится. Я так, как говорится. Продолжение следует...